МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Ещё точнее и быстрее. Высокие технологии в борьбе с болезнями системы кровообращения. Зимние риски. Как сохранить своё здоровье в мороз и гололёд? Долголетие с умом. Санаторий за компьютерной грамотностью. Вкусно жить не запретишь. Как сладкий десерт может положительно влиять на наше здоровье? Разбиралась Тамара Ивахнова. Дело техники. Аппаратная косметология на страже молодости и красоты. Вот сосудистая мальформация. Пять коронарных сосудов. Вот она. Правая коронарная артерия, левая коронарная артерия. А это вот сосудистая опухоль доброкачественная. Так что вот видите, какие возможности хорошие. Софья Михайловна Вачаева, врач-рентгенолог с большим стажем работы, не нарадуется новым методом диагностики. Сегодня на помощь в тяжёлой борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями пришли высокие технологии. За 2022 год на койках нашего сосудистого центра пролечены 1445 пациентов с острым коронарным синдромом. Выполнено 1212 экстренных коронарографий, из них 986 экстренных стентирований. Также оказывается плановая помощь пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Пациенты поступают к нам по направлению из поликлиник. За прошлый год выполнено 256 плановых стентирований. Также в рамках обследования как на койках стационара, кардиологических отделений, так и по направлению из поликлиника в амбулаторном режиме проводится неинвазивное обследование высокотехнологичных пациентов с ишемической болезнью сердца, маскоте коронарных артерий, которое позволяет нам без вмешательства внутрь коронарных сосудов увидеть структуру и анатомию сосудов сердца и определить показания уже для хирургического высокотехнологичного лечения. Региональный сердечно-сосудистый центр, созданный на базе 5-й клинической больницы, оснащается самым современным оборудованием. Благодаря ангиографу, тольяттинцам стали доступны высокотехнологичные эндоваскулярные операции внутри сосуда. Сегодня этот метод широко применяется в борьбе с инфарктами миокарда. Например, эндоваскулярно устанавливают стенд в пораженный коронарный сосуд. За последний год нам удалось достичь снижения летальности от инфаркта миокарда больничной. Во всей больнице с 17 почти процентов до 11 процентов. В настоящий момент летальность от инфаркта миокарда в сосудистом центре составляет 8,2 процента. А это новый компьютерный томограф. Он уже установлен и смонтирован. Использовать его предполагается в основном для быстрой диагностики пациентов при угрозе инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения. В рамках национального проекта в нашей больнице установлен новый мультиспиральный компьютерный томограф фирмы Philips 64-срезовый с возможностью получения за один оборот трубки, а это менее полсекунды, 64 срезов, с возможностью реконструкции 128 срезов. Новый томограф сочетает высокотехнологичные опции и простоту применения. Встроенный искусственный интеллект аппарата увеличивает скорость создания изображений, улучшает качество готовых снимков и снижает вероятность возникновения ошибок сканирования. Также томограф оснащен кардиосинхронизатором. Благодаря этому на данном томографе возможно проведение всего спектра КТ-исследований пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе КТ-ангиографию сердца и коронарных артерий. Рабочая станция врача оснащена системой экспертной постобработки изображений, что упрощает анализ. Благодаря этому у врача есть возможность быстро и с большей уверенностью анализировать изображение и находить те или иные поражения в сложных диагностических случаях, в том числе при исследовании сердца и коронарных артерий. Мы уже проводим на данном томографе несложные бесконтрастные исследования. В ближайшие дни ожидается обучение персонала, и затем мы будем иметь возможность использовать в полном объеме все диагностические возможности аппарата. Конечно, этот новый томограф далеко не единственный в ряду нового высокотехнологичного оборудования, которое появилось в арсенале 5-й клинической больницы в 2022 году благодаря национальному проекту здравоохранения. Вы знаете, это очень важный для нас проект, поскольку очень серьезные деньги федерального бюджета на это направляются. И в прошлом году мы реализовали новую аппаратуру, установили у себя в больнице более чем на 350 миллионов рублей. Сгибание 40, разгибание 175, не больше. До нормы не доходит, дефицит 5 градусов. Это классический пример работы травмпункта в зимние дни. Еще бы, скользкий сезон в самом разгаре. Сейчас как никогда легко потерять равновесие и упасть. Отсюда ушибы, вывихи и переломы. Татьяна Васильевна оступилась в подстребках. Вышла на улицу, поскользнувшись, упала. Очень сильно повредила руку. Сразу обратилась в поликлинику. Хочу отметить очень доброжелательное отношение доктора, который меня осмотрел. Назначил рентген. Сейчас пройду рентген и результаты покажу ему. Медики советуют. Пожилым людям мороз и гололед лучше вообще не выходить из дома. В первом случае опасно для сосудов. А во втором, если не дай бог случится, перелом шейки бедра, итог может быть самым плачевным. Очень много случаев – это переломы шейки бедра. Это очень серьезные травмы, которые приковывают людей к постели на долгие месяцы. Осторожность не помешает и в детских зимних забавах. Травмоопасность подстерегает практически везде. Катание с горки на ватрушках, особенно в лесу, где много деревьев. Безрассудное поведение на катке. Впрочем, получить травму зимой можно и другим способом. Например, прыгая на батуте. Я неудачно поставил ногу, и так произошло, что я ее сломал. Врач сказал, неделю пять, ну, полтора месяца. На костылях пущу. Да. Эта зима радует нас трескучими морозами. Врачи советуют соблюдать простые правила. Профилактика должна быть какая? Во-первых, это одежда. Должна быть свободная одежда, что касается верхней и обуви. Все должно быть свободное. Чтобы сухая, плотная, теплая одежда, которая именно не должна быть сдавливать. Во время этих холодной погод, ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Отморожение у этих людей наступает моментально. Там и сосуды спазмируются, и все остальное. И ни в коем случае нельзя на морозе курить. Первая стадия отморожения – это самое легкое. Человек ощущает только боли в той иной конечности. Вот. И одемение пальчиков верхних и нижних конечностей. Когда человек перехладил, неважно, весь организм или же руки, ноги, значит, в первую очередь он заходит в теплое помещение. Значит, ему необходимо срочно ждать теплый чай, кофе, теплое молоко. Теперь и некоторые пытаются сразу руки, ноги опускать в горячую воду. Ни в коем случае нельзя. Тут же срабатываются сосуды, образуется тромбоз и все остальное. Нужно только начинать с температуры 20 градусов. Опускает руки при температуре 20 градусов. И постепенно температуру поднимаем до 36-40 градусов, но не выше. Вот. Вот это только можно. А в горячую ни в коем случае нельзя. Тромпункт поликлиники 16-го квартала – единственный в автозаводском районе. И раньше жители часто жаловались на огромные очереди и отсутствие врачей. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Ожидание в очереди значительно снизилось, а штат расширился до 18 специалистов. Пришла молодежь. Очень подкупило отношение к молодым сотрудникам. Тут все очень хорошо рассказывают, объясняют. Старшие коллеги советуют. Всегда рядом, всегда подскажут, добрым словом помогут. Вот. И также коллектив, коллектив молодых специалистов тоже здесь присутствует. Очень комфортно работать. Обстановка в втором пункте самая дружелюбная. Но лучше все-таки быть осторожными и сюда не попадать. Это не просто обучающие курсы компьютерной грамотности для людей серебряного возраста. Это полноценный отдых и лечение в санатории. Да-да. Наряду с медицинскими процедурами и всеми прелестями санаторной жизни можно получить и полезный навык. В санатории «Русский Бор» каждый сможет подобрать для себя наиболее привлекательный формат оздоровления. Например, программа «Долголетие с умом» уникальна. Аналогов нет во всей санаторно-курортной отрасли России. Или оздоровительный курс «Дыши полной грудью», реабилитация для переболевших пневмонией. В лечебном арсенале санатория и проверенные на эффективность временем процедуры и современные методы укрепления здоровья. Очень многое нравится. Во-первых, место расположения очень удобное, доступное, потому что до него добраться. И в то же время, удивительно, сразу попадаешь в такую замечательную зеленую зону с сосновым лесом, с вековыми соснами. Что-то очень удивительно. Лечение не сравнить с другими санаториями. Приходим, доброе утро, настроение поднимает. Я не знаю, я много ездила в санаторию, но такого коллектива я не ездила в коллектив. Очень доступные цены и на проживание, и самое главное, что на лечение. Есть такие цены, которые даже удивляют, что такие цены еще в нашей современной России существуют. Кто сказал, что лучшее время для санаторного отдыха – лето? Зимой наш организм больше всего нуждается в поддержке. И если ваш отпуск выпал на холодную пору, это не повод расстраиваться. У вас есть прекрасная возможность отлично отдохнуть, поправить свое здоровье и набраться сил. Тем более, что далеко ехать не надо. Санаторий расположен в сосновом бару, лесопарковой зоны Тольятти. Здесь вас ждут тишина, чистый воздух и красота настоящей русской зимы. Ведь природа лечит не меньше, чем лекарства. А если вы устанете во время прогулки, бассейн с теплой водой приведет вас в еще больший восторг. Как и акция «Зимний ценопад», стоимость путевки в зимний период в санатории «Русский Бор» снижена на 15%. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть. Замечали ли вы, что у каждого из нас есть свои пристрастия в еде? Кто-то любит мясо, кто-то морепродукты, ну а кто-то сладкоежка, ну как я, например. Сладкое и мучное делает человека добрее. Такие люди, как правило, жизнерадостнее. Так утверждают психологи. Но есть и минусы. Чрезмерное употребление сладкого может нанести вред нашему организму. Как жить вкусно и принести пользу своему здоровью? Будем разбираться. Я хочу вас познакомить с Еленой Комаровой. Именно она готовит эти чудеса, которые не только безумно красивые, но, уверяю вас, очень вкусные и полезные. Елена, расскажите, что это за десерты и в чем их особенность? Это рау-десерты. Рау в переводе с английского – сырой. Это десерты без молока, без яиц, без муки, без сахара, без выпекания. В их основе лежат только натуральные ингредиенты. Орехи, сироп топинамбура, кокосовое, какао-масло, финики. На самом деле, составляющих ингредиентов масса. И все они полезные, все они натуральные. А для кого эти десерты? Очень подходят для беременных, кормящих, для спортсменов, для зожников. Для сладкоежек, которые очень любят сладкое, но не хотят поправляться. Почему? Потому что в составе медленные углеводы, которые не оседают у нас жировыми отложениями на талии, а медленно переходят в энергию. Лена, а давайте на примере вот этого десерта расскажем его состав. Что сюда входит? В состав мусса клубника-черника входит орех кешью, клубника-черника, сироп топинамбура, кокосовое масло. В состав коржа миндаль, кокосовая стружка и финики. Все орехи вымачиваются для освобождения от фитиновой кислоты, которая мешает усвоению орехов. А я вижу на твоем десерте шоколад. Шоколад я делаю сама. Шоколад тоже натуральный. Шоколад из какао-тертого, какао-масла, сиропа топинамбура. Все, больше в составе нет ничего. Кстати, мои десерты можно детям с одного года. Аллергикам, потому что десерты без глютена. Наверняка диабетикам. Диабетикам. Сами смотрят, какой состав и что им подходит. А какие самые популярные вкусы? По популярности, я бы сказала, что клубника-черника, да, очень любимая многими. Манго-маракуйя любят абсолютно все. Шоколад в шоколаде – это для любителей брутального шоколада. Облепиха, опять же, на любителя. Те, кто любит облепиху. Вот, кстати, таких немало. Пряные вишни, пожалуйста, кто любит вишню. То есть, ну, любой вкус. А как же вот наши классические, ну, Наполеоны, там, Брауни, Сникерсы, медовики? Что, навсегда забыть их вкус? Нет, ни в коем случае. В моем арсенале есть веган-медовики. Они также без молока, без яиц, без глютена, без белого сахара. Но они выпекаются. То есть, они и по форме, и по содержанию подходят. Ну, похоже на классические торты. Я знаю, что по образованию вы музыкант. Как получилось так, что вы стали заниматься десертами. Чем вам это интересно? Да, я по образованию учитель музыки и пени, дирижер. И работала по своей специальности. То есть, я человек творческий. Попадаю на вебинар по «Сделайте десерты без молока, без сахара, без яиц, без муки, без выпекания». Ну, они такие красивые. Думаю, я так хочу посмотреть, как это делается. И вот, знаете, посмотрела и поняла. Мое хочу. И вот с этого все и началось. Елена, я хочу вас поблагодарить за такой интересный разговор. От себя хочу добавить, что вкусно жить не запретишь. И эти десерты принесут нам не только пользу, но и хорошее настроение. Быть здоровым не просто, но здорово. Дорогие друзья, рада сообщить вам, что в нашем центре появился новый аппарат ультразвукового смаз-лифтинга. Называется он ультраформер. С помощью воздействия этого аппарата стимулируется выработка нового коллагена и уплотняется уже существующий коллаген. Достигается уменьшение дряблости кожи, уменьшение выраженности складок и морщин, также подъем уголков губ и лифтинга бровей. Мы можем добиться улучшения овала лица, коррекцию крупных складок и морщин на лице. Кроме этого, с помощью аппарата ультраформер можно добиться мягкого липолитического эффекта, что позволяет скорректировать область второго подбородка на лице и других локальных жировых отложений на теле. Процедура полностью неинвазивная, она происходит без повреждения целостности кожных покровов, она не требует длительной реабилитации, выполняется в любое время года и подходит для любого фототипа кожи. Аппарат сертифицирован, что подтверждает его безопасность и эффективность. Приглашаем вас на новую процедуру смаз-лифтинга в наш центр эстетической медицины «Шанс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова